Как простому русскому человеку, вот простому, как большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? Обратитесь к известным фильмам классики советского кино, когда при падении секции батарей на ногу нужно говорить редиско, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас её не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. Но за это вам большое спасибо за сегодняшнюю нашу форму общения. Почему хакеры, значит, не российские, в этот раз не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединёнными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединённых Штатов Америки внутриполитическим американским соображениям.